Ребятки, смотрите, сейчас мы проходим секретные техники специального мануального массажа. Будем делать ноги с перьями. Вот мы их уже смазали маслом, учитывая волосяной поток человека. И, как я говорил, немножко отведем в сторону ноги. Идем от общего к частному. Сначала мы практически повторяем то же самое, что делали с той стороны, с тыльной. Значит, прямо от свода стопы. Ну, а пока мы готовимся, вы за это время поставьте лайки, подпишитесь на этот канал. И обязательно нажмите на колокольчик, чтобы получать новые уведомления о полезных видеороликах от Олега Удвина. Начинаем растирание. Поперечно, получается. Инвертированными ладонями, вот такими работаем. Так, продольное растирание. И вокруг коленки обязательно тщательно. Отдельно прорабатываем коленку под ней. Согреваем вот так вот. Поперечно, под коленкой шашечкой. Сверху. С боков. И попружиню это колено. Чуть вперед. Вниз. Эй, ах, где-то. Ходит? Ходит сюда, да. Внутрь. И на руку. Вот. На кости, поэтому просто на нее ставим пальцы и идем вот так вот. Ну, я покажу, чтобы было видно на видео. Разминаем здесь. Разминаем здесь тоже самое движение. Теперь вот этот прием. Приподняли и растрясли. Приподняли и растрясли. С вибрацией такой. Лучками вибрация. Взяли мышцы и с вибрацией вперед. То есть, лимфа у нас, не поток идет от кончиков пальцев к центру тела, да, вот мы к обе. По нему ведем. Теперь вот этот вот раскачиваем такой, когда мы перекидываем мышцы задорники в другую руку. А вы, кстати, можете прямо по этому видео поставить его себе и повторять за нами. Положили человека и повторяйте. Обучающая программа, она такая. А вообще лучше вам быть здесь и все проходить на живой натуре, потому что техник очень много, и надо, чтобы я вам поставил руки. Так, и теперь вот эти растирания. Просто лапа леопарда. Мышцы в основном по бедру там. Икру мы проработали уже с той стороны. Икру ножной мышцы, поэтому в основном по бедру. Особенно у женщин при антилитном массаже бывает провисает вот эта мышца, вот эта мышца, поэтому им отдельно уделяем внимание. Подтягиваем их вверх. Вот туда вот и вводим. И вводим вот туда. И здесь тоже. Вводим вот сюда. Вот вместо крепления мышцы здесь тоже бывает болезненная точка. И вводим вот туда. Теперь обычное разминание. Также делим ногу на медиальную часть, внутреннюю и латеральную. Физподсели. Наружную часть. Скручивание. Устеплено все те, которые были с обратной стороны ноги. Но теперь переходим вот так. Мышцы накрест. Помнишь, так же делаем с бедром. Желательно предплечьями. Да, можно вот так, да. Дошли до локтевых техник. Но есть и нюансы, которые мы перейдем. Теперь возьмем вот это просто, я вот полотенчика. На плечо. И ногу закидываем на плечо. На дугу плеча. Вот. Начинаем отсюда обрабатывать. Лапой леопарда. Так очень хорошо, особенно при лимфодренажном массаже, да, и проэнтиселитном массаже. Идет сток лимфы. И вот мы и помогаем пройтись, да. Потом вот так вот пальчиками опять хаотично вот туда, под лужу, прям внедряемся в массивные мышцы. И вполне вероятно, что после такой процедуры человеку захочется побыть в туалет. Это значит, мы хорошо все проработали. Да, царим вниз вот так. Вот нажимаем. И еще. Теперь запястьями раздавливаем. Так вот, все направление вниз. Теперь вот такой приемчик. Поворачиваем мысли сюда и сюда. Туда, сюда, туда, сюда. Добавляем вторую руку. Одну туда, другую сюда. Другую сюда. Другую руками. Движение очень красивое. Я когда выступал на соревнованиях по массажу, так скажем, да, занялся это первое место по милитному массажу, то вот отмечали еще вот набор таких уникальных движений. Так, можем потянуть ногу. Вот так захватили стопу за сюда, на другую руку, другой рукой. И над пяткой держим и отртягиваем заднее сухожилие по всей ноге. Руку при этом упираемся сюда? Да, да, упираемся, да. Можно, если человек терпит, побольше сделать. Вот в один угу сторону, тогда, да, с натяжкой. И некоторые такие приемы, типа постсозиметрической релаксации. Если вот мышца, поднимающая ногу, страдает, болит, например, вариант. Болит, не больно? Вот, если болит, то прям берем за эту мышцу, да, и человек как бы начинает ей работать. Поднимаем ногу прямую, вот так вот, поднимаем и опускаем туда-сюда. Давай, я держу сильно. Давай, ей это, это поочередно. Поочередно, поочередно, дальше будет, да. Повыше вот поднимай. Вот там держишь. Ближе к косточке франь держишь. А, нет, где крепится мышца. Поднимай прям повыше, вот так вот. Так, можно? Угу, все, понятно. Подними. И теперь проверяем паховую мышцу. Послать могу, послать. Вот здесь вот. Не больно? Ну, и тем, у кого больно, значит, зажимаем эту мышцу. И ты ногу теперь туда-сюда поднимай, вешу прямую. Вот так вот. А я это сильно сдавливаю, сильно-давливаю прям сильно на себя. То есть, как бы оказывается, в сопротивлении? Да, сопротивление все, хватит. А можно еще разочек? Так же. Со своей стороны бери. Ну, очень. Низы прямо вот в випах. А, все, понял. Давайте при этом. Вот это вот уступающая мышца, правильно? Да, 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 само такое оно. Она обычно вообще жесткая. Сухожирная она такая. Вот. Ну, в принципе, приемов с постизометрической релаксацией очень много. Этому посвящен отдельный вип-день, да, потому что на каждую мышцу по разным воздействиям. Например, вот так вот, когда мы перекидываем ноги, мы будем воздействовать на вот боковую мышцу. Там малоягодичная включается и так далее. В общем, включаем эти мышцы. Также есть отдельные приемы, когда мы через живот залазим и поясничную мышцу разрабатываем, и через таз подвздошную мышцу, да, поясничную и подвздошную мышцу. То есть они идут в глубине брюшины возле позвоночного столба, но прорабатываются через живот. Об этом мы тоже рассказываем на определенном вип-дне. Так что будьте с нами. Опять же, не забывайте подписаться. А лучше найдите Олега Лафа-Гудлина в интернете и приходите к нам на тренд. До новых встреч!